Привет всем, дорогие друзья! Джейсар1989. Вы на канале Глафи. Инстаграм, телеграм в описании. Лайки проставьте, комментарии напишите на канал, подпишитесь. У нас каро 45 тонн. И знаете, меня больше всего расстраивает, что в этом танке это его разрядка барабана. Очень долго разряжается барабан. Да, танк в свое время начал играться по-другому. Когда танки в начале боя стали все заряжены, тогда было прикольно. Но просто танк переживал, я не знаю, как налезть на варгейминге, пережил очень много, так сказать, ребалансов. Поэтому все с ним не так радужно, как бы хотелось. Да, здесь один грустенький момент будет в конце боя, но все же. 60. Тут изначально стандартная позиция. Просветить хорошо, когда тебе здесь светить и настреливать не мешают. То есть куча их не приезжает, все такие, не все стоят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Типа, давайте потолкаемся, все вместе засветимся и получим люлей. Тут плюс в том, что в нашей команде один СТ. Когда ты один СТ, это нормально. Когда ты один ТТ в команде, это уже херово. Ну, я наблюдаю, по крайней мере, так. И тут стандарт Б еще. Ну, противника есть стандарт Б, тоже барабанный танк, там, но девятого уровня. Но он поехал, как смертельный, он со всеми тяжами поехал. А тяжи поехали продавливать. Прям не останавливаются. Пофиг, что настреливают в борт. Ну, тут нужно прямо отбрать и катить. А когда ты видишь, что тебя настреливают в борт, ну, лучше понизу поехать. Ну, в данной ситуации. Типа, все вместе, поехали и продавили. Кто у нас там? У нас там Чифтен был, ВК-4502 и Минотварь. Есть те, кто не очень помогли. Это Камф Панца и 183-й. Поэтому понятное дело, что нашей команде в данной ситуации немножечко кабзис. Ну, там еще Е4 стоит на ПТ-позиции. И такой решил поиграть в ПТ-ху. Когда у них много тяжелых танков и даже ПТ поехали вперед, здесь как бы тебя некому отстреливать. Если они все дружно не возьмут и не развернутся. Ну, Яхтигар остался. Как видите, он один-одинешенек с той стороны. В то время, как команда противника сейчас всеми чреслами своими пытается продавить вот этого оставшегося бедного по тому флангу Е4-го. Никто не разворачивается. Ваша ситуация, она какая в таком случае будет? Ну, они, скорее всего, развернутся. И парочка танков вас дай упорится. Учитывая, что у них-то на два танка в команде на данном этапе больше. А вы вот вдвоем забираете, ну, Минотварь. Сейчас тут хорошо. Два танка все-таки оказалось. Минотварь и Яхтигр. И удается забрать именно Минотавра так, чтобы не отстрелять вот этот крайний снаряд, который очень долго перезаряжается. Яхтигр, кстати, правильно делает. Он такой выбрал для себя одного противника и собирается уничтожать именно его. Он не пытается поймать Кару. В это время Кару от него будет крутиться. Тот не постреляет. А тут он может сделать фраг, сделать несколько выстрелов. А так бы получил бы в корму от Кампанца один или два раза. И закоточил бы его наш Карапитек. И все. На этом бы закончилось. Но чувак успевает дать в это время две тычки. В этом плане он молодец. Ну, как и, в принципе, наши молодцы. Они решили, опа, забрать вот эти две ПТ, а не бежать туда и где-то расстреливать вот ту Кампашку четверых человек, которые подали оказались. Ну, смотри, ББшкой выстрелил. Фугас решил не применять в данной ситуации. Но у нас минус 183, понятное дело. Оп, раз пробитие. Хочется еще одно пробитие. Этот ледяной великан не установил щиты, которые у него спереди. Можно было поставить, да, в этот момент. И поэтому получается, что Кару его пробивает. Ну, вот видите, минус этого боя это вот этот вот 60 ТП. Он, кстати, больше всех в команде настрелял, но это все. Он остановился, пошел какать, писать, делать какие-то движения. 6-303 уже настреляны. И все было сделано грамотно. Изначально поехал на точку засвета, воспользовался тем, что на 1СТ, что у них в основном тяжелые танки. Они засветились на перекатке. И накидал сколько мог, позакидывал в борт, в корму. Затем помог кампанце справиться с Минотавром и Ягдтигром. То есть они оба сагрились именно на кампанце. Хотя опасность, конечно, представляю. Если они вдвоем бы сагрились, тогда бы на Кару было бы совсем по-другому. Но они решили как-то его не замечать в тот момент. А когда уже можно было заметить, было слишком поздно для тех неподвижных танков. Поэтому со стороны нашего героя все сделано очень грамотно. То есть он воспользовался ситуацией и нанес отличный урон. Сделал 4 фрага. Да, Е4. Забрал возможность взять медаль героев Рассиняя в этом бою. Сделал фражек. Но Колобанов и рекорд там урона по аккаунту, это все еще нашему герою возможно. Это не нубка нихрена. Здесь есть 14 тысяч бф, 52, по-моему, процента побед. И вот это вот у меня вопросики. У ИСа-7 по идее не установлена просветленная оптика или как? Но в этой ситуации Кару это не тот танк, который с такой дистанции не должен был светиться до выстрела. Принять он может всего одну тычку. Вторая будет уже скорее всего смертельной. 460 средний урон, ну 920 в среднем, да, он выдаст двух тычек. Но вы знаете, как это происходит, 458, 475 остается, но 575 это топовый урон за выстрел. У ИСа-7 все, он отстрелялся. Дальше на КД и его просто не отпускают с гусли. И теперь нужно найти 60 ТП. Я вам, конечно, скажу, наш герой об этом еще не знает, но 60 ТП находится там же, где он и находился. Весь бой, чувак, дрался как лев, настрелял больше всех урона в команде. Но в итоге куда-то пошел по делам, отрубился интернет, я не знаю, геомагнитные бури какие-то. А Кару, ну, сделал все необходимое, что можно было сделать в этом бою. И даже вот этот вот момент с непонятным незасветом от ИСа-7 тоже это было интересно. Если в тот момент ИС-7 выстрелил бы по пауту, можно было бы проиграть. В принципе здесь вот тебе и 60 ТП, да. Но всего 1600 урона остается дать по АФКшнику. Не то чтобы этот чувак, который весь бой ничего не делал. Он повлиял на бой, просто в конце он повлиял на него с обратной стороны своей команды. А насчет Кару, в принципе, танк нравится. Но вот эта вот долгая разрядочка, это, конечно, немного не то. Подзарядился, раздал. Хорошо, да, тот мог проснуться в конце, такой развернуться и как дать. Но этого не произошло. И поэтому для нашего героя бой на 9400. Очень редко бывает, когда такие бои не в нубке, без АФКшников и так далее. Но здесь, по крайней мере, это все терпимо. И среди противника было достаточно игроков, которые по статистике сильнее нашего героя. 14500, 5286. Вот те Колобанова, Пула. А тут ты смотришь, вот этот чувак был достаточно силен, но почему-то случилось, как случилось. Этот был очень слаб. Но 3500, блин, чувак настрелял. Стандарт Б. Тоже где-то что-то мог. Это не чистая белизна. Вот это да. Вот это да. И ягдтигр, вот они вдвоем такие, ах, там на кампанце, типа, давай-ка упоримся. Но в большинстве своем в команде противника были игроки, которые могли составить нашему герою конкуренцию. И опять же, о том, что это не нубка стоит повториться. Инстаграм, телеграм в описании. Там же моя почта. На почту вы присылаете реплей с после боевой статистикой. Пишите Wargaming или Lesta это была. Ну и спасибо за просмотр. До новых встреч. И всем пока-пока, друзья.